Большой Никитской и Шашлычная в противоположном переулке. Вот эта Шашлычная посещалась в основном историками из Мархи, то есть из историко-архивного, а Рюмочная в основном консерваторскими. Поскольку я дружил с двумя этими категориями, то я ходил в обе, что в принципе считалось, как бы сказать, некоторой сменой Рюмочному делу. Но в Шашлычной меня привлекало искусство. Там висело много довольно картин по стенам. И учитывая контингент, который приходил в основном напиться, выбор этих картин был довольно экзотическим. Там висело, например, «Похищение Сабининок», висела «Перовская тройка», висело несколько пейзажей Фёдора Васильева. Ну, это, видимо, с тем подбором, чтобы человек, выпив, начинал плакать. И вот я всегда там плакал при виде одной картины. И сейчас, когда вот этой Шашлычной не осталось, только эта баллада от неё, собственно, и сохранилась. Из французских полотен «Люблю не шутя», «Лишь картину балованное дитя», «Написал её грез или правильней грёз, я люблю её прямо до слёз». Репродукция эта бледна и блекла, без какой-либо рамы и даже стекла, украшает собой московский кабак для окрестных дворовых собак, для поживших, облезлых, заслуженных псов, что бухать начинают в 12 часов. Из закуски имеются пхали и сыр, из обслуги оплывший кассир, завсегдатый длящий медленный спор, поднимают порою расплывшийся взор на картину, висящую в правом углу, и в груди ощущают иглу. На картине, как помнит, должно быть любой симпатичный ребёнок, довольный собой, угощает собаку дворянских кровей с фарфоровой ложки своей. Происходит всё это в уютном дому, дуртуар или кухонька, сам не пойму, где хозяин должно быть доволен женой, хоть бардак, но живой и жилой. На ребёнка, что тратит остаток еды, потому что не чует грядущей беды, снисходительно смотрит умильная мать и не смеет его унимать. О, я знаю улыбку безвольную ту, что приводит в безумие и нищету, что и дом, и мужей, и спасательный круг выпускать заставляет из рук. Эти ямочки знаю на пухлом лице, что всегда говорят об ужасном конце, о готовности сдаться без жалоб и драк, лишь бы только кричали не так, о способности даже в позоре над ней лепетать, вышивать, улыбаться родне, сочинять утешение сынку по ночам, умиляться смешным мелочам, где ей спорить, бороться, скреплять времена. Если сына не может заставить, она отогнать от тарелки лизучего пса и спокойно поесть полчаса. О, я знаю, что маленькой этой рукой можно вышить наряд и такое, и сякое бельё полоскать, и тюки разгружать, но нельзя ничего удержать. О, я знаю и то, что стараюсь вообще, что нельзя ничего уберечь вообще, что нельзя никого удержать, нацепихать горстями, швыряй хоть копьи, потому что всегда впереди ураган, перегон, Магадан, гегемон, ургаган, проституция и грёз, революция рос, под конец разорился и грёз. Но и в самом укромном и мирном краю никому не объехать родную свою, что стоит у ворот, выжидает черёд, и без пафоса всё отберёт. С детских лет мне мучительно видеть уют, всё, мне кажется, чёрные волны встают, и шатаются стены, и сомнительные щиты, убогая кухня трещит, всем под ветром стонать на просторе пустом. Мир, как дверь из легенды, помечен крестом, и на каждом пути воздвигается крест. Так уж пусть хоть собачка поест.